Что такое позитивная психотерапия? Она работает здесь и сейчас, не работает с прошлым. Гештальтерапия. Он интерпретирует ложно те потребности истинные, которые у него есть. Я люблю себя, я пойду там за покупками. Сделать уже так, как я этого действительно хочу. Именно я. И быть счастливым. Ну привет, милые зрители. В эфире первого городского проекта «В моменте» в студии ведущий Роман Корнеев. И сегодня у нас очень интересный момент, момент во время которого, надеюсь, мы узнаем немножечко глубины психологии. Хотелось бы погрузиться вот именно в эту науку и поможет нам Екатерина Гоман. Екатерина, добрый день. Добрый день. Екатерина Гоман, психолог-консультант, гештальтерапевт, сертифицированный специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами. Организовала женский клуб, встречи в котором направлены на личностное развитие, рост и поддержку женщин любого возраста. Уверяет, что поможет расширить представление о себе и улучшить качество вашей жизни. Что такое позитивная психотерапия? Неужели бывает негативная психотерапия? Позитивная психотерапия – это краткосрочная психотерапия. И многие ошибаются и думают о том, что позитивная от слова позитив, но это не так. Позитивная – это означает данность. То есть данность в данный момент. И именно за 3-5 сеансов, как правило, позитивная психотерапия решает запросы. Она работает здесь и сейчас, не работает с прошлым и основывается на тех фактах, которые есть сейчас. То есть, вот конкретно сейчас мне плохо, я к вам прихожу, вы говорите, 3 занятия, мы эту проблему снимаем, но она вернется через полгода-год. Ну, именно сразу я не могу сказать, что, например, 3 занятия, да, но в процессе первой сессии я могу определить примерно, сколько сессий понадобится для решения вашей проблемы. Гештальтерапия. Для меня, я термин знаю, ну, в смысле, в значении не углублялся, и для меня, как и для любого, мне кажется, обывателя, известна формулировка «закрыть гештальт». Да. Вот, это, собственно, все, что я знаю про гештальты. Что такое гештальтерапия? Гештальтерапия – это одно из направлений психотерапии. И закрыть гештальт, правильно, как вы сказали, да, это удовлетворить свою потребность. И когда у нас не закрытый гештальт, значит, наша потребность не удовлетворена. И именно гештальтерапия, она учит человека осознанности, осознавать те самые потребности, которые у нас возникают, и как мы эти потребности можем закрыть. То есть работа идет не с подсознанием, а именно с осознаванием себя, своих потребностей. То есть многие люди не знают своих потребностей? Да, это так. Многие люди не прислушиваются к себе, не понимают, что истина им нужна, в чем они нуждаются, и ложными потребностями закрывают те дыры, которые у них есть. То есть высокая вероятность, что большинство потребностей, которые испытывает человек, это ложные потребности? Нет, испытывает человек совершенно не ложные потребности. Он интерпретирует ложно те потребности истинные, которые у него есть. Самая частая интерпретация неверная, которая существует у пациентов, которые к вам приходят? Например, мама когда-то не дала ту любовь мне в детстве. И я, прежде чем, например, закрыть эту любовь теперь своей любовью, любить себя, я начинаю эту любовь искать в других людях. Я хочу быть значимым на работе и добиться, например, этой любви от начальника. Я хочу этой любви от своего партнера. Я хочу любви от своих друзей. Я везде вот эту вот любовь пытаюсь взять. Но детство прошло, и ту любовь, которую мы так хотели получить от мамы, мы, к сожалению, ее уже не получим. Но мы можем долюбить себя сами, дать себе эту самую любовь и закрыть тот гештальт, который с нами идет в течение нашей жизни. И при закрытии гештальта есть вероятность, что ты не будешь искать любви от начальства, любви от друзей, любви от партнера. Да, ты будешь истинно работать по тем целям, которые преследуешь. То есть, получается, человек изменится. То есть, был человек, которого все знали, человек такой, добивался любви окружающих. Человек проработал себя, да, и приходит такой, да, в принципе, мне любовь от вас особо и не нужна. Он стал истинным собой. То есть, он накладывал определенные роли, определенные маски. Он не понимал, почему в этом мире что-то не так. Что-то не так с ним или что-то не так с окружающими. Почему он не чувствует вот это вот счастье, да, наполненность. И когда он закрывает гештальт, то какие-то ключики, какие-то кирпичики, они становятся словно на место. И уже нету вот этой потребности, да, искать любовь во всех. То есть, я уже преследую абсолютно другие цели, да. То есть, есть вероятность, что после терапии человек несколько изменится. И, возможно, его настоящее «я» будет не так коррелировать с тем, как его воспринимают окружающие. Да, это возможно. С какими проблемами чаще всего к вам обращаются? Это отношения. Отношения с родителями, отношения с партнером, с детьми. Сепарация от мамы, личностный рост, самоценность, любовь к себе. Различные негативные чувства эмоций. Тревожность, чувство вины, агрессии. То есть, масса того, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Девочки чаще всего чем приходят? Девочки чаще всего приходят, это сепарация от мамы. Это любовь к себе, понимание, что это такое, самоценность, рост и отношения с партнером. А мужчины? Мужчины чаще всего приходят по отношению с женщиной. То есть, у женщин диапазон-то пошире, чем у мужчин, да? То есть, у мужчин-то в основном одна проблема чаще всего, да? Ну, чаще всего у меня именно такие запросы. Мужчины, они же примерно обычно знают, что делать женщине. Ну, в смысле, как себя вести. И вы учите их, как вести правильно? Я их не учу. То есть, мы работаем именно с тем, что я хочу от отношений и что я даю в отношениях своей женщине. И исходя вот из этих вопросов, мы понимаем, что конкретно, что истинно нужно мужчине. И может ли он это взять, может ли он это дать, да? И что нужно в себе еще, возможно, взрастить, чтобы именно были те отношения, к которым стремится мужчина. А вот как раз в чем проблема чаще всего? Ну, чаще всего это мы не знаем свои потребности, как раз таки. И мы не умеем брать и давать. Вот этот вот баланс брать-давать, он часто очень бывает нарушен. Когда мы, например, требуем от своего партнера чего-то, да? Но при этом сами мы не хотим давать что-то взамен. Но думаем, что даем. А бывает наоборот? А бывает наоборот. Больше дают и меньше получают? Да, бывает больше дают, 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 но обратной связи, к сожалению, не видят. Самоценность. Почему она в наше время чаще всего страдает? Самоценность — это что? Это понимание, кто я. Я принимаю себя таким, каков я есть. Со своими ошибками, со своими победами. Но я принимаю себя и не осуждаю себя. И страдает она именно в наше время. Почему? Потому что очень много внешнего шума. И вместо того, чтобы направить внимание внутрь себя, мы оглядываемся на других. Мы не видим своих ценностей. Мы не видим своих качеств. Мы хотим качества, как у другого человека. Мы хотим цели, как у другого человека. И при этом мы не замечаем себя. И поэтому она страдает. Да, безусловно, сейчас. Самоценность и принятие себя — это идентичные вещи? Да, они очень схожи. Самоценность, принятие себя, любовь к себя, они очень сильно связаны. Но, смотрите, принимать себя таким, какой ты есть, значит, что можно в принципе не работать над какими-то вещами, которые тебя устраивают, но не устраивают окружающих. Мы сейчас тоже говорим о самоценности с рациональной точки зрения. Если, например, человек болен алкоголизмом, и он говорит, я принимаю себя таким, какой я есть, это уже идет определенное деградирование. А именно самоценность, я понимаю свои истинные качества. При этом я понимаю те качества, которые, возможно, мне не нравятся. И я, например, стремлюсь их изменить ради себя, во благо себе, а не потому, что так не нравится другим. Да, либо как-то их переформулирую, перенаправлю из одной роли в другую. То есть именно я занимаюсь собой, я познаю себя, чтобы чувствовать себя комфортно самим собой. Скоро заканчивается зима, поэтому давайте узнаем у кировчан, какие советы они могут дать, чтобы выйти из зимней спячки. Я советую кировчанам, чтобы выйти из спячки, сходить на какой-нибудь концерт, зарядиться позитивной энергией и любить свою жизнь. Главное не болеть, делать зарядку, здоровье свое беречь и вообще набираться витаминами и сил. Можно зарядиться позитивной энергией, например, просто прогуляться по улице. Сегодня у нас потрясающее солнце и надеюсь, оно с нами останется надолго. Мелатонин надо не принимать больше, вот, и кофе пить побольше. Купить себе новую, яркую, красивую одежду. Настроить, во-первых, надо свои биологические часы, так, чтобы просыпаться к первой паре. Ой, ну это надо, каждое утро пить кофе, не знаю, делать зарядочку, ходить в какие-нибудь классные места, типа кино, гулять с любимыми людьми своими. Нужно выспаться, покушать, заняться спортом. Лучший способ во время проснуться, это вообще не спать. Кому чаще нужна поддержка, мужчинам или женщинам? Поддержка нужна абсолютно всем. Абсолютно каждому из нас бывает время от времени нужна эта поддержка. А чаще? Здесь нету чаще. Здесь можно выявить такой критерий, что не все могут пользоваться правильно этой поддержкой. Принимать ее и давать ее, иногда мы это просто не умеем. Но этому можно научиться. Мы рождаемся, и мы не все рождаемся в семьях, да, где нас учат этой поддержке, учат эту поддержку принимать и давать. И, например, возьмем подруга наша, да, там, друг, он грустит. Что мы говорим ему? Мы его хлопаем по плечу и говорим, да не грусти, и все будет нормально. И это не поддержка. Поддержкой здесь будет то, если я подойду и скажу, я вижу, я вижу, что тебе грустно, я рядом. Могу ли я что-то сделать для тебя? Если тебе нужна помощь, то я обязательно тебе помогу, если это будет в моих силах. И часто человек не принимает поддержку, потому что он думает, что тогда он будет слабый. Если я приму поддержку, значит, в априори я буду слабой, меня не уважают. Но это не так. Именно настоящая поддержка, она дает силу. И она говорит о том, что я верю в тебя, ты сильный, ты справишься. Правда ли, что все проблемы, большинство проблем из семьи? Очень много проблем идут из детства, да. Это правда. То есть, по сути, любой человек является продуктом собственной семьи, и изменить это достаточно сложно, особенно в взрослом возрасте. Или есть возможность? Есть возможность, конечно же, все изменить. Если я осознаю, что мне не ок, то я иду и работаю над собой, чтобы я чувствовал себя хорошо. Но вопрос в том, что если человек, в принципе, не прорабатывал свои проблемы в детстве, и ему хорошо, то зачем тогда он пойдет копаться, да, к психологу? Но он же чувствует, что ему не ок, но он не пойдет. Если он чувствует, что ему не ок, тогда он приходит к психологу, да, и мы решаем вопрос, запрос. Почему важно любить себя? Любовь к себе – это вообще такое глубинное понятие. Это когда я заботюсь о себе, я оказываю себе внимание, и это не только про материальные вещи, это гораздо глубже, это взращивание в себе такого духовно-нравственного человека, когда я понимаю, опять-таки, кто я, что мне нужно, и я себе это даю. И женщине, и, в принципе, как и мужчине важна любовь к себе. Почему? Потому что у нас в мире баланс – брать и давать. И когда как раз-таки мы ищем, чтобы нас полюбили, мы должны сами обладать этой любовью, чтобы ею делиться, чтобы не только ее получать, а именно, чтобы ее давать. А давать мы ее только сможем в том случае, когда у нас есть та самая любовь к себе, и когда мы знаем, как любить себя. Но многие же замещают любовь к себе какими-то банальными вещами. То есть я люблю себя, я пойду там за покупками. Ну, у девочек, мне кажется, у них такая история. Но это в 90% случаев неправильно? Нет, это в 90% случаев правильно, как вы сказали. А, правильно? Неправильно. Неправильно вы сказали, что это неправильно. Любовь к себе – это, как я уже сказала, нужно понимать, что мне истинно нужно. Это вот то, что я сказала про гештальт, терапию, осознавание, что мне нужно, и насколько я удовлетворяю свои потребности. И любовь к себе, она тоже тесно с этим связана. Что мне нужно сейчас? Забочусь ли я о себе? Хочу я сейчас в тишине, или хочу я наоборот петь громко в микрофон? Что я хочу сейчас? Что я, в принципе, хочу по жизни и даю ли это себе? Людям нужна любовь. В любом смысле, да? То есть, в смысле, недолюбленные люди в детстве, они ищут любви во взрослой жизни. Да. И все это замещение, оно в большом счете, ну, то есть, я покупаю красивую вещь для того, чтобы выглядеть красиво, чтобы меня любили окружающие. Да, все верно. Есть такое. И как вот вы справляетесь с проблемой недолюбленности, вот как раз с этим? То есть, приходит человек, вы выясняете, что ему требуется любовь. Мы заглядываем, мы можем заглянуть в его прошлое, да, в его детство, если он готов туда пойти, смотрим, кто же там его недолюбил, где же ему не хватило той самой любви, которую он ищет сейчас. И мы учимся додавать любовь к себе именно сейчас. Возможно, быть бережным к себе где-то в каких-то моментах, да, где-то проявить к себе сочувствие, сострадание, где-то себя просто обнять, где-то набрать себе ванну, воды, да, и полежать, дать отдохнуть. И это тоже все проявление к себе. И мы прислушиваемся к себе, учимся прислушиваться к себе, что нам нужно. И шаг за шагом мы это себе даем. Нет схем, да? Нет простой схемы, которую можно учить? Нет. Делаете А, делаете Б. Да, такой схемы готовой нет. Каждый человек уникален и, конечно, к каждому свой индивидуальный подход. Женский клуб, что это такое? Женский клуб, приходят женщины, у нас есть разные темы, каждая встреча это отдельная тема, где, в общем, мы расширяем представление о себе, мы работаем и над отношениями с собой, с миром, с тем, с кем мы общаемся. То есть, самоценность, уверенность в себе, все то, с чем приходят, в принципе, и клиенты на запросах. Здесь мы работаем в группах, более мягко, делаем различные техники, упражнения, пьем чай. Это не групповая психотерапия, где конкретное число человек, да, и они постоянно ходят в течение какого-то времени. А это люди пришли, люди могут ходить на каждый женский клуб, да, встречу, либо они могут приходить на те темы, которые им интересны, которые им важны. Ну, то есть, перед началом женского клуба заявляется тема, на которую вы будете сегодня общаться. Да, да, все верно. А последние темы какие были? Стоящая тема будет самоценность, были темы про архетипы, колесо баланса, цели на предстоящий год. Это вот одни из последних тем, которые были у нас. Цели на предстоящий год. Вот это, то есть, вы встречаетесь, вы проговариваете, что девочки хотят в течение года получить. Мы озвучиваем некие правила, да, на которые нужно опираться, когда мы ставим себе цели. И у нас есть ряд упражнений, с помощью которых мы как раз-таки прописываем себе цели на предстоящий год и шаги, которые нужно сделать для того, чтобы эти цели точно свершились. Да, личностный рост в последнее время стало общим местом. Все занимаются личностным ростом. Нет ли в этом, по большому счету, спекуляций? Ну, то есть, весь личностный рост превращается лишь всего лишь в то, что тебе говорят, встань и ты можешь. Смотрите, когда, например, ко мне приходят с таким общим запросом, я хочу вот личностного роста. И когда начинаешь клиенту задавать вопросы, то получается, что каждый клиент в личностный рост вкладывает что-то свое. И уже по факту это может быть вообще не личностный рост, а, например, это же самоценность, это же уверенность в себе или вообще самооценка, когда кто-то меня оценивает внутри или вокруг. И уже более глубже, узнав, что клиент вкладывает в этот личностный рост, тогда мы начинаем с ним работу, потому что работа может быть абсолютно разная. Какие-то, если все-таки, прикладные, давайте три правила для девочек, наверное, для дам будет правильнее, позволяющие быть счастливее? Я, наверное, скажу здесь так. Прислушиваться к себе. С чего я действительно хочу, да, хочу проводить как день. Второе – это набраться смелости. Это очень важный шаг. И сделать уже так, как я этого действительно хочу. Именно я. И быть счастливым. Спасибо большое, это был приятный диалог. Я сейчас чуть было не свалился в обсуждении собственных проблем, но хотелось бы. Спасибо большое. Спасибо вам.